Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, вот мы продолжаем читать во время Божественной Литургии Нагорную Проповедь из Евангелия от Луки. Это почти конец Нагорной Проповеди, самое последнее из речения. И вот тот отрывок, который мы сегодня прочли, больше всего здесь говорится о неосуждении ближних. Конечно, Нагорная Проповедь содержит очень многие из речений Господа и не исключается того, что, может быть, эти из речения здесь собраны и могли быть сказаны Господом в разное время или в разных местах. Скажем, специалисты, экзегеты считают, что именно так и произошло, что вот Нагорная Проповедь, как мы ее читаем сегодня, есть некий сборник разных проповедей Господа. И потому неудивительно, что иногда не совсем связаны между собой вот эти из речения, заповеди или даже притчи, которые приводятся в Нагорной Проповеди. Но то, что, как я уже сказал, читали мы сегодня, касается осуждения или неосуждения ближнего. Вот не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете. Так же, то, что дальше говорится, что смотришь на сучок в глазе брата твоего бревна, в твоем глазе не чувствуешь. Как можешь сказать брату твоему, брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна и так далее. А вот между этими двумя изречениями вдруг как будто попали два стиха, которые относятся к чему-то другому. Вот, например, сказал так же притчу, может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму. Это, может быть, самая короткая притча в Евангелии, всего из одного стиха. А дальше, ученик не бывает выше своего учителя, но усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Казалось бы, вот эти два стиха, но не относятся к этому же, к неосуждению. Вот о чем говорится раньше, вот не судите, не будьте судимы, о чем говорится потом уже, о том, что вот невозможно вынуть вот этот сучок из глаза брата, если сначала мы не вынимаем вот это бревно, которое находится в нашем глазу. А на самом деле связь есть, и не только словесная, ведь здесь речь о глазах, а перед этим как раз вот такой, может ли слепой водить слепого. Дело в том, что слепота в Евангелии имеет очень яркую и сильную символическое значение. Слепота, ну, во-первых, зрение, это первое из наших чувств. Если вот подумать, когда мы входим, скажем, в общение с кем-нибудь или с чем-нибудь, прежде всего мы это видим. Мы сначала видим все предметы, вещи, людей, а потом можем уже прикоснуться, осизать, я не знаю, вкусить или нюхать и так далее. Прежде всего зрение, это установление контакта, скажем так, отношения, самое первое из наших чувств. И потому, наверное, слепота в Евангелии означает вот такое именно нравственное заблуждение. Вот неспособность, как слепой не видит, как вот духовно слепой не способны различать добро и зло. Он не видит в том смысле, что не различает. И как часто это бывает с нами, что вот мы не понимаем, где грех, где зло и где добро. И может быть поэтому как раз слепой, которого Господь исцелил, потом становится учеником. И он предлагается нам как образец ученика, бывший слепой, исцеленный слепой. Так же апостол Павел, вот когда преследовал христиана, потом встретился с Господом, он стал слепым. И вот пока он не приобрел опрять зрения, его водили. Вот так же, как здесь речь идет о каком-то слепом, который хочет водить другого человека, но он сам слепой. Вот все это нам говорит о том, что здесь речь идет именно о духовной жизни. И еще вот ученик не бывает выше своего учителя. Безусловно, речь идет о нас и о наших отношениях с Господом. Я думаю, что смысл того, что мы сегодня читали, в том, чтобы, во-первых, мы были не слепыми. То есть мы были способны увидеть добро и в том числе увидеть зло. Но одно дело увидеть зло, а другое дело осуждать человека, который это же зло совершает. Это совершенно разные вещи. Вот мы должны различать, мы должны видеть зло, но не осуждать грешника, который совершает это зло. И если мы действительно будем учениками, достойными своего учителя, то есть Господа нашего, тогда мы можем водить других. Тогда мы можем вынимать вот этот сучок из глаза наших братьев и сестер, потому что уже нет этого бревна в нашем глазу. Помните, как апостол Павел говорит, уже не я живу, а Христос живет во мне. Вот к этому призван каждый и каждая из нас. Быть такими учениками, которые уподобились, которые стали похожими на своего учителя. Вот тогда, безусловно, мы будем иметь право и, не знаю, водить других, мы будем иметь право и с любовью говорить брату, который ошибается, что он ошибается. А без этого совершенно невозможно. И последнее, о чем говорит сегодняшний Евангелие, что нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. И особенно, мне кажется, важно самое последнее. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. «Ибо от избытка сердца говорят уста». Это настолько известное изречение, что стало в каком-то смысле пословицей, то, что от избытка сердца говорят уста. А действительно так бывает и с нами. Вот как часто люди, которые постоянно говорят об отрицательном, постоянно видят вокруг себя только плохое, на самом деле это плохое исходит из их сердца. Вот человек умиротворенный, который живет в мире с Богом прежде всего, с собой и со всеми ближними, он только видит положительное вокруг себя. И это положительно распространяет. И пусть для нас образцом будет преподобный Серафим Саровский, который всегда был положительным, который всех встречал с приветствием радости Моя. Вот когда мы способны радоваться встрече с кем бы то ни было, когда мы способны увидеть положительное вокруг нас, значит, наше сердце немножко исцелилось. Аминь. Спасибо. Спасибо.